Кинозалы в глубинке нуждаются в поддержке. Они терпят убытки из-за прокатной политики крупных дистрибьюторов. Помочь кинотеатрам в малых городах и селах могут льготы на прокат российских фильмов. Предложение звучит на втором заседании рабочей группы Госсовета Российской Федерации по культуре в режиме видеоконференции. Его проводит губернатор Самарской области. Участники – руководство федерального Минкульта, глава регионов и представители профильных ведомств. Дмитрий Азаров подчеркивает, культуре сегодня уделяют первостепенное внимание. 2019-й объявлен в России годом театра. Стартовал масштабный нацпроект – акцент на развитии отрасли в регионах. Все решения призваны придать новый импульс развитию сферы культуры по всей стране, серьезно обновить материально-техническую базу учреждений, сделать культурную жизнь в малых городах и селах более качественной, разнообразной. Искренне рассчитываю, что наши с вами усилия также будут способствовать, безусловно, достижению этих важных для страны целей. На совещании проверяют ход исполнения протокольных поручений. Их озвучили еще на первом заседании. Тогда было образовано шесть подгрупп для детальной проработки отдельных направлений. Это развитие театрально-концертных учреждений, музейно-выставочной деятельности, культура детям, поддержка отрасли в селах и малых городах, сохранение историка культурного наследия, методическое обеспечение деятельности в этой сфере. Руководители подгрупп представляют планы работы на первое полугодие 2019 года. От них звучат конкретные предложения. Привлечь молодые кадры в глубинку, по мнению профильной подгруппы, поможет создание программы «Земский работник культуры». Такие уже существуют для медиков и педагогов. Например, есть такая мероподдержка, как обучение молодых специалистов, студентов в вузах и сузах с последующей лимитированной отработкой в селе по полученной специальности. Также стимулирующие надбавки за работу в сельской местности или приобретение на условиях льготного и ботечного кредитования или предоставления служебного жилья. Предстоит сформировать и позицию по вопросу сокращения госзадания по творческим специальностям в вузах. Глава Самарской области подчеркнул, что эта проблема есть во многих регионах. В дальнейшем обоснованное решение рабочая группа будет отстаивать на федеральном уровне. Поддержкой по данному вопросу Азаров уже заручился, озвучив его на проектном комитете по культуре под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Подробно обсудили и концепцию проекта федерального закона о культуре. В его разработке принимает активное участие профильный комитет Госдумы. Привлекаются общественники. Полноценное культурное развитие страны. Возможно, только при всестороннем взаимодействии общества и государства. Принцип этого взаимодействия должен быть оформлен законодательно. Участники совещания указали на другие моменты, которые, по их мнению, необходимо учитывать при разработке концепции. Понимаю прекрасно, что еще нужно провести общественное обсуждение, напитаться от людей, от творческих коллективов какими-то предложениями. Давайте мы здесь не будем, что называется, торопиться сильно. Рассмотрение идей, связанных с концепцией, руководитель рабочей группы предложил продлить до конца апреля. Кирилл Козин, Мария Акимова, Андрей Авдеев. Новости губернии.